Программы Известно, что существуют программы, которые записаны в геноме, и которые управляют созданием органов, которые на самом деле не существуют. Такие программы можно включить, и их можно запустить, и иногда они запускаются сами в результате мутаций. Существует... Известно, что у курицы нет зубов. Но существует мутация в белке Талпит-2, в результате которой у цыплёнка на челюстях начинают расти зубы. Вот очень маленькие зубки, там не очень хорошо видны. Вот такие зубы вырастают в результате того, что снимается блокировка программы, и существует белок, который называется Sonic Hedgehog, и который запускает многие развитийные программы. И вот в данном случае для роста зубов существует белок, который блокирует эту программу, но если этот блок мутирован, зубы растут. Интересно, что это зубы, которые соответствуют древним предкам птицы. У них нет эмали, и у них нету дентина, как у нас. И они похожи по форме на зубы аллигатора. Вот мы видим, что такие транскрипционные программы в данном случае возникают за счёт поломки управляющего белка. Но в некоторых случаях такие программы могут включаться не из-за того, что белок поломан, а из-за того, что в ДНК поломана, ну, заменена какая-нибудь буква, в который подключается, в том месте, к которому присоединяется белок, для того, чтобы соответствующую программу запустить. В результате замены нуклеотида белок не может найти правильное место, куда ему сесть, и не присоединяется туда, и происходит опять поломка морфогенетической программы. Вот в данном случае тот же самый белок соник-ходжек не может присоединиться в регуляторному участку, расположенному в интроне белка и в результате у курицы возникает большое количество пальцев. Вместо четырёх, может быть, шесть или семь. Пять, вот как на этой фотографии. То есть, замена в ДНК могут, точечная замена может приводить к тому, что происходят серьёзные морфогенетические последствия. Ещё один классический пример – это регуляторный элемент белка ОК-2. Известно, что существует точечный вариант позиции на пятнадцатой хромосоме. В зависимости от того, какой нуклеотид в этом месте стоит, у человека будут разного цвета глаза. Например, если в этом месте стоит буква Ж, в гомозиготе на обоих хромосомах, в этом случае с вероятностью 99% такая персона будет иметь голубые глаза. В то же время, если там стоит буква А, или это гетерозигота на одной хромосоме А, а на другой хромосоме Ж, тогда с вероятностью 80% глаза будут карие. И они практически никогда не бывают голубые, а бывают скорее зелёные или других цветов. Важно, что эта позиция расположена на довольно большом расстоянии от гена, который, собственно, управляет светлым глаз, и расположена в отроне другого гена, в 21 килобазе от промоутера гена ОСИТУ. И это очень хорошо изученная система. Механистически показано, что в этом месте в ДНК образуется петля, и в трёхмерном пространстве на самом деле эта позиция контактирует с промоутером гена ОК2, ОСИИТУ. Ещё один классический пример – это соматические мутации в промоутере обратной транскриптазы теломер. В прошлый раз во всех случаях шла речь о мутациях наследственных. Сейчас её речь о соматических мутациях, которые возникают в отдельных клонах многоклеточного организма. Оказывается, если в ряде мест происходят замены в промоутере этого гена, с огромной, очень сильно возникает вероятность возникновения раковых опухолей. Например, в случае липосаркомы в 70-80% случаев в этом промоутере есть замена. Там всего 4 места, в которых можно буквы менять, для того, чтобы привести вот к такому последствию. И вот в 80% наблюдаемых случаев одна из замен произошла. Вот в табличке на экране многие разные типы рака перечислены. И показано, что для самых разных типов вот замена в этих же самых местах промоутера приводит к тому, что возникает вот это преобразование. еще один пример чисто генетический. Изучали индивидуальные варианты, ассоциированные с возникновением шизофрении. Это был большой проект международный и изучалось порядка 37 тысяч случаев шизофрении и больше чем порядка 115 тысяч случаев контрольных. И изучали варианты в геноме, которые были у шизофреников, фау-контроля их не было. И оказалось, что есть 180 больших участков, 108 больших участков в геноме, в которых расположены вот такие замены, но при этом огромное подавляющее большинство расположены в местах далеких от каких бы то ни было генов, кодирующих белки. Конкретно 21 замена была в... 21 вариант был в участках, которые кодировали белки и... из которых 11 в одном и том же локусе. И порядка 30 участков были в местах, в которых замены были показаны, что они влияют на экспрессию генов мозга. 129 не кодирующих замен они влияли на экспрессию генов в клетках крови. Известно, это старый спор, что у шизофрении есть аутоиммунный компонент. Поэтому неудивительно, что клетки крови появились в таком эксперименте. Николай Казимирович провел очень хорошее введение в эпигенетические факторы, влияющие на экспрессию генов и на признаки. И вот эта картинка показывает на молекулярном уровне, как распределены факторы, влияющие на транскрипцию конкретного гена. зелеными шарами показаны нуклеосомы. Когда эти нуклеосомы конденсируются вместе, как в левой половине экрана, вот там такая гроздь, там транскрипция не идет, там хроматин закрыт. для того, чтобы транскрипция открылась, вот промоутер нарисован в правом нижнем углу, должно быть открытое место, которое нарисовано внизу посередине, к которому присоединены регуляторные белки, вот шары фиолетового и голубого цвета. И кроме этого, может через выпетливание ДНК в трехмерном пространстве к этим местам присоединяться участки, которые присоединяют белки, вот это сверху нарисован сверху справа нарисован такой участок, это энхансерный участок, который далеко может отстоять от ДНК, на ДНК, если ДНК меряем, но в трехмерном пространстве они могут образовывать контакты. и такие события достаточно трудно изучать непосредственно экспериментально и во всех случаях, когда ставятся эксперименты, необходима дополнительная биоинформатическая обработка. В частности, оказалось, что экспериментальные участки ДНК, в которых контактируют регуляторные белки, в них очень похожи последовательности нуклеосидов. вот в правом верхнем углу нарисовано выравнивание этих участков. Видно, что в местах, где димер образует контакт из ДНК, слева нарисован димер, буквы хорошо сохраняются. И на схеме такие буквы показаны как более высокие. вот такой мотив из хорошо сохраняющихся букв CTG, CAG и какие-то TA, TA, TA посерединке может быть использован для того, чтобы искать просто как в ДНК, просто как в тексте. места, где садится белок регуляторный. Интересно, что эти мотивы достаточно хорошо сохраняются у самых разных позвоночных. при этом это проверяется в эксперименте. например, нокауты по генам транскрипционным факторам рыбы Данио Рерия их можно спасти человеческими белками. Можно аналогичный гомолог транскрипционный фактор человеческий экспрессировать в рыбе и он будет включать экспрессию генов рыбы в правильных местах. Вот на этой картинке видно прокрашено желтым флуоресцентным белком покрашены точечки, в которых включена экспрессия в саммитах в закладывающихся позвонках с помощью человеческого белка. Если смотреть, какие факторы влияют на экспрессию конкретного гена, оказывается, что главное влияние имеют эпигенетические факторы, такие, как открытая доступность к хроматинам. Если хроматин открыт, то тогда соответствующее место должно содержать еще и правильную последовательность нуклеотидов. нуклеотидов, которые могут присоединиться регуляторный белок. И наличие такой последовательности, такой сигнал отвечает примерно за 30% сигнала, который приводит к тому, что правильный ген работает. И все остальные факторы составляют не больше 10%. Таким образом, главные факторы эпигенетические, но с другой стороны контролируемые факторы, которые мы можем изучать с помощью генетических средств, например, изучая конкретные индивидуальные варианты, они кроются в последовательности, которые определяют регуляторные белки, распознают регуляторные белки. Поэтому их надо выяснить, надо экспериментально их определить. К сожалению, ни один эксперимент не показывает точно, в каком месте белок соединяется с ДНК. белка. В этой табличке приведено шесть типов экспериментов, и сейчас их, на самом деле, значительно больше, сейчас их, наверное, около десяти. И видно, что обычно посадка белка определяется с точностью в лучших случаях 20 или 30 нуклеосидов. И поэтому приходится использовать методы биоинформатики типа сравнительного анализа слов, которые встречаются в этих участках. Вот для того, чтобы понять, какие все-таки слова, какие все-таки сигналы распространяют регуляторные белки. На этой схеме это изображено вот таким простым образом. у нас есть квадратики, которые содержат похожие слова, а черные полоски это фрагменты ДНК, которые возникли в эксперименте. Вот некоторые из них не содержат правильных слов. это может быть ошибка эксперимента, ну или мы не знаем, что означает, что слово похоже. Может быть небольшое количество букв, расположенных на правильных местах, достаточно для того, чтобы белок сел. и мы когда делаем словарный анализ можем их случайно не найти. И мы изучили, проанализировали огромную базу данных экспериментальных результатов. Сейчас их довольно много собрали несколько групп, одна из которых в Новосибирске под руководством Федора Колпакова работает. В ней больше пяти тысяч экспериментальных данных для разных белков. связывающихся в разных тканях. Как я уже обращал внимание, один и тот же белок в разных тканях связывается в разных местах. И вот сейчас у нас есть данные для мыши и человека. позвоночные содержат примерно 14 тысяч четыреста регуляторных белков. И мы знаем сигналы, распознаваемые регуляторными белками, примерно для четырехсот пятидесяти для мыши. И 680 для человека. Интересно, что очень многие белки распознают очень похожие слова, практически неразличимы друг от друга. Поэтому, несмотря на то, что у нас есть 1400 регуляторных белков, полное пространство регуляторных мотивов, которые эти белки распознают, значительно меньше, порядка может быть 300 или 400. И по нашей оценке примерно 80% уже известно. вот это я сказал. Возможно, это связано с тем, что разные белки имеют один и тот же ДНК, связывающий замен. и этот домен распознает сигналы в ДНК, и он будет распознавать один и тот же сигнал, несмотря на то, что вся остальная часть белка может быть очень сильно отличаться. Кроме этого, известно, что в некоторых случаях одни белки связываются не с ДНК непосредственно, а взаимодействуют с другими белками, которые более сильно связаны с ДНК. Там, наверное, должна быть какая-то подпись, похожая на настоящую? Известно, что у нас хромосом две, и очень интересны случаи, когда на одной хромосоме есть связывающийся белок, белка нет. А на другой хромосоме такого белка нет. В таком случае мы точно знаем, что разница в последовательности этих хромосом приводит к разнице связывания. Интересно, что именно такие позиции, их не очень много, очень хорошо коррелируют с известными болезнетворными мутациями, которые собраны в базе данных Клинвар. Если мы будем сравнивать замены в ДНК с мотивами, выяснится, что обычно тот вариант, который связывает белок, он лучше с точки зрения мотива, он больше похож на хороший мотив. вот синенькие точечки, это которые хорошо похожи мотив. А красные это как раз наоборот, когда у нас более слабый мотив связывает большее количество белков. Это может быть связано с эпигенетическими факторами, а именно то, что сильно связывающий мотив закрыт хроматином. И вообще недоступен. Иногда это похожая картинка, видно, что замены, которые отличают одну хромосому от другой, они хорошо согласуются с мотивом и на самом деле не сильно меняют связывание мотивов, которые в некотором смысле допускают. Интересно, что если мы будем интегрировать большое количество таких вариантов с асимметричным связыванием на разных хромосомах, то очень часто для больших наборов таких позиций есть статистические значимости разного рода мультигенными заболеваниями. Вот, на этой картинке с разными типами рака. По горизонтальной оси показаны разные белки регуляторные, а вот напротив по вертикальной оси справа показаны разные типы онкологии. И видно, что, например, белок ФОКСА1, который третий слева, он дает вертикальную строчку, то есть он связан с самыми разными типами рака. Рака простаты, рака груди, рака прямой кишки. То же самое верно про другую вертикальную строчку повыше. Это белок АКСЗФ1. АКСЗФ1. С другой стороны, бывают случаи, когда у нас есть горизонтальные строчки, когда у нас есть отдельный тип рака, и он ассоциирован с очень большим количеством разных транскрипционных факторов. Скорее всего, это связано с тем, что эти факторы работают в какой-то комбинации, и в этом типе рака часто хроматиновые места доступны, в которых эти комбинации связываются. В последнее время мы пытаемся использовать эту технологию для того, чтобы анализировать данные одноклеточной транскриптомики single-cell транскриптомикс. Для рыбы Даниэрэрия, в частности, гены, которые управляют дифференцировкой нервного гребня. оказалось, что замены в регуляторных областях может быть позволят понять, каким образом возникает большой спектр производных клеточных типов. Нервный гребень может порождать очень большое количество разных клеток нервной клетки, пигментной клетки, клетки хряща, клетки глии мозга, пигментные клетки разных цветов, я уже говорил. Это очень сложная система. С другой стороны, она очень богатая по поведению, и если мы поймем, как это все работает, скорее всего мы сможем распространить эти варианты регуляции на другие системы, как управляют другими типами клеток. Я заканчиваю свою презентацию. Позвоночные очень похожи генетически друг на друга. А морфологические они, конечно, очень разные, но скорее всего эта морфологическая разница связана с тем, что разных видов срабатывают разные механизмы, разные генетические механизмы. И крупномасштабная адаптация, которая отвечает собственно за жизненные стратегии разных видов позвоночных, они выбираются на генетическом уровне регуляторными мутациями. И такие мутации должны быть расположены в участках, которые регулируют транскрипцию важных генов в местах, в которых связываются регуляторные белки, либо в самих регуляторных белках. Но мутация в регуляторных белках воздействует на очень большое количество генов, генов, поэтому они, скорее всего, летальны или не могут привести к модификации, которая будет, с одной стороны, совместима с жизнью, а с другой стороны, приведет к тому, что возникнет какая-то новая форма, которая позволит выжить этому виду в новой экологической нише. и дефекты в развитии, включая возникновение онкологических заболеваний, которые на молекулярном уровне, в общем-то, дефект развития. тоже в значительной степени связано с нарушениями транскрипционной регуляции и с мутациями соматическими или наследственными в регуляторных областях. Спасибо за внимание и я бы хотел показать большое количество людей, которые участвовали в создании работы в Институте общей генетики Российской Академии Наук Наши коллеги в Институте Кинга Абдулы в Саудовской Аравии в Центре Биоинженерии Российской Академии Наук в Институте системной биологии в Университете Сколково а также наших многочисленных студентов МФТ и университета. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует...